Золото Всероссийского конкурса – серьезная ступень вокального мастерства. В «Дельфийских играх» приняли участие почти 2000 человек из разных регионов России. Завоевать престижную награду в номинации «Эстрадное пение», по словам юной вокалистки, помогли упорство и вера в свои силы. Долго готовилась к этому и морально, и еще и вокалом, и так далее. То есть, конечно, было много занятий, была подготовка. Не просто так все происходит в жизни. И, как всегда, настраивалась, настраивалась только, конечно, на лучшее, на победу. Без этого никак. Как признается Софья, участие и победы в конкурсах помогли ей вывести свою формулу успеха. Главное для вокалиста – это желание чего-то достичь в своей жизни, достичь своих целей, достигать. И также работа. То есть, без этого никуда. Желание, работа – это две самые, я считаю, главные вещи, которые помогают артисту. И, конечно, помогают добиться высот наставления мудрого и чуткого педагога. Елена Остапенко – руководитель ансамбля «Акварель». Взрастило уже не одно поколение ярких звездочек. Пока они работают, они двигаются. То есть, вот пока ребенок занимается, пока он чего-то хочет, пока он добивается, он растет. Без выступлений, без вот этих борьбы на конкурсе роста не будет. Они учатся у друг друга. Недавно ансамбль отметил 10-летний юбилей. На своих достижениях здесь останавливаться не собираются. В планах покорения новых вершин, участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах. Причем не только со старшими участниками коллектива, но и самыми юными артистами – дошкольниками. Никита Бойко, Ирина Меркурьева, Роман Беркалиев. Анапа. Регион. Продолжение следует.